Наверное, каждый житель Приморской столицы знает и изо дня в день видит, как в центре города строится Спасо-Преображенский кафедральный собор. К слову, в свое время в его попечительский совет вошел и экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев. И вот почти семь лет спустя настало время устанавливать купола на почти готовые остов сооружения. Ну а перед этим митрополит Русской Православной Церкви в Приморье осветил неотъемлемую часть этих конструкций – кресты. Ну, друзья мои, ну, всех я поздравляю жителей города Владивостока и Приморья с освящением крестов на храме Преображения Господня. Мы строим ведь собор Преображения. Собор – это храм самый главный в Приморье. И в области, допустим, кафедральный собор, где собираются все соборяне, все представители нашего народа, живущего здесь в Приморском крае. В составе целой делегации священнослужителей митрополит Вениамин после того, как закончил освящать кресты, перешел непосредственно к куполам. Малые купола начали поднимать уже сегодня, а общее время высотных работ составит около трех дней. Ну а главный купол планируется поднять в воскресенье или, в крайнем случае, в понедельник. Напомним, купола собора были доставлены в Приморскую столицу практически точно к 120-летию Владивостокской епархии. Под яркими солнечными лучами они кажутся отлитыми из золота. Шесть куполов были привезены из Волгодомского завода. Собирали их специалисты того же предприятия уже во Владивостоке. Основа – металлокаркас, форма образования – стеклопластик, обшивка из нержавеющей стали. Стоит отметить, что территория кафедрального собора пока является настоящей стройкой и не совсем приспособлена для проведения церковных торжеств. Не совсем, ну, может быть, это красиво было, они лежали, кресты. Но, видите, у нас очень тесная территория, купола стоят, и тут развернуться негде. А так бы их хорошо поставить, чтобы их можно было здесь окропить, их осветить. Однако в ближайшем будущем, надеется митрополит, кафедральный собор откроет свои двери новым прихожанам и станет центральным местом отправления религиозных служб. Отметим, что Спасо-Преображенский кафедральный собор после достройки станет самым большим храмом в Приморском крае. Он сможет вместить до 3000 верующих. Евгений Теремахин, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.